Итак, значит, мы продолжаем наше путешествие. Значит, да, по поводу всех этих маркетинговых картинок вы должны понимать, что вы как системный инженер будете отвечать за переезд из красной зоны в зеленую зону. Поэтому прежде чем что-то покупать, вам необходимо будет разобраться в том, как это работает и насколько это применимо к вашему конкретному процессу технологическому. Если решение будете принимать не вы, то ваша задача донести до руководства. Идею о том, что красивый маркетинг не всегда может быть применен, то есть вот эти картинки не всегда могут быть применены к вашему конкретному производству. Надо разобраться в первую очередь, почему вы здесь находитесь. Просто потому, что никто об этом раньше не задумывался или потому, что есть какие-то организационные проблемы либо просто процесс настолько сложен. То есть вы всегда должны это держать в голове. Ну вот Siemens, они, например, тоже об этом понимают и предлагают такой первый элемент своей системы. Это Performance Monitor, то есть монитор производительности. Это такая специальная ПО, которая устанавливается на операторскую станцию для того, чтобы отслеживать то, как функционирует ваш процесс. То есть предполагается, что у вас уже есть какая-то система управления и в ней необходимо понять вообще, насколько хорошо она настроена. Они тут предлагают целый набор, ну как минимум четыре, сколько их тут, шесть метрик по вашему технологическому процессу, которые позволяют оценивать в общем, насколько вы хорошо работаете, то есть насколько хорошо настроена ваша система. Вот, то есть преимущество этой системы в том, что вам не нужно ничего менять в ней, то есть вы просто на какую-то рабочую станцию ставите софт. Ну, здесь речь идет о PCS7, то есть вы ставите, это просто рабочая станция, где установлен этот пакет. Вот, и на нем вы просто создаете дополнительный мнемознак, который будет ассоциирован с этим перформанс-монитором. Там есть заготовленный интерфейс для этого мнемознака, то есть щелканый от мнемознака, вы можете просто открыть окошечко, где будут расписаны вот эти вот шесть параметров, за которыми они отслеживают. Вот, там есть возможность запуска этой системы, то есть из исторических данных рассчитываются эти параметры, они становятся некоторыми стартовыми значениями, по отношению к которым потом будет производиться оценка. Вот, и кроме того, есть различный набор алертов, то есть предупреждающих, аварийно предупреждающих сообщений, которые позволяют вам настраивать вашу систему управления с целью сигнализации оператора, что вот процесс вышел за пределы какого-то предопределенного оптимального состояния. Вот, ну, для чего это надо? Как бы изначально, когда вы там занимаетесь спусконаваточными работами на объекте, вы производите первичную настройку всех ПИД-регуляторов, системы управления контуров. Вот, но со временем система имеет такую особенность, она начинает плыть в сторону куда-то. То есть, там, не знаю, какой-нибудь налет образуется в реакторе химическом, там трубы начинают ржаветь, там где-то теплоизоляция ухудшается, кто-то там форточку забыл закрыть. То есть, так или иначе, система, она живет какой-то своей жизнью, как правило, любой технологический процесс живет своей жизнью. Вот, и надежда на то, что там оператор будет ходить и проверять, насколько там все хорошо настроено, она практически равна нулю. Оператор ничего не будет делать до тех пор, пока у него не будет происходить каких-то уведомлений к нему приходить. Вот, поэтому эта система, простейшая система, она, конечно, еще не связана с управлением, да, она связана скорее с мониторингом. Но, тем не менее, она мониторит параметры, напрямую связанные с управляемым процессом. Вот, то есть, непосредственно с системой управления. То есть, например, вот такие параметры очевидные, как среднее значение и отклонение. Вот, отклонение управляемой величины там. Среднее значение величины, которое используется в качестве управления. То есть, если первое, например, температура, то второе, это, например, мощность, с которой работает печка. То есть исследуется то, как такие статистические параметры вычисляются по тому временному ряду, который формируется вашим объектом. Как это может быть использовано? Тут они приводят целый инструмент, как это может быть использовано. Идея тут такая, что вы настроили вашу систему, собрали некоторую статистику, и эта статистика становится некоторым золотым стандартом. По управлению вашим процессом. То есть, грубо говоря, у вас за время управления, опять же, у вас на производстве есть какой-то технологический процесс, где четко расписано, например, запуск системы, в течение трех часов нагревать до такой-то температуры, потом охлаждать. То есть, какой-то технологический процесс, как правило, расписан. И в терминах вот такой статистики можно всегда сопоставить этому процессу определенный набор статистических величин. Например, средняя температура за день будет 3 градуса, условно, или 30 градусов. С вариацией плюс-минус 20 градусов. Если у вас впоследствии после настройки, после сохранения этих статистических значений, система обнаружит, что у вас, например, средняя температура начала ползти в сторону 20 градусов, а по технологии у вас это, на самом деле, является очень хорошим показателем того, что что-то пошло не так. То есть, либо процесс поменялся, либо там какая-нибудь накипь образовалась, либо просто, в принципе, там оператор перестал следовать каким-то требованиям, которые для него назначили, ему описали, и начал там что-то по-своему делать. Вот. То есть, это, на самом деле, хорошая сигнализация для того, чтобы, ну, при прочих равных условиях, при отсутствии вообще какой-либо контроля, это неплохой показатель для того, чтобы понять, что вообще происходит в вашей системе. То есть, такая высокоуровневая метрика, которая показывает, что что-то пошло не так. Вот. Если, например, там температура больше стала, чем нужно, да, значит, у вас, получается, вы нагреваете систему больше, чем нужно. А любой нагрев – это всегда огромные затраты энергетические. Вот. То есть, сразу можно выдать предупреждающее сообщение, что там превышен, превышен, как бы, лимит потребления энергии, например, да, и уже это повод для того, чтобы оператор полез, там, не знаю, в какую-нибудь инструкцию и разбирался, что с этим делать. Вот. Например, там пошел бы разбираться, почему у него, там, перерегулирование какое-то появилось. Вот так далее. То есть, это, на самом деле, такие метрики, они простые, очевидные, но, тем не менее, в большом масштабе, там, масштаб производства позволяют сигнализировать о том, что что-то пошло не так. Вот. А другой, например, это связанный с управляемыми переменами. То есть, не теми, которыми вы управляете, а с теми, с помощью которых вы управляетесь. Например, у вас какая-нибудь… Вы управляете приводом, который открывает клапан, который подает, там, реагент в химический реактор. То есть, у вас Manipulated Variable, то есть, управляемая величина – это объем реагента. Который поступает в реактор. Вот. Соответственно, вы можете тоже по нему отслеживать. То есть, если у вас средняя величина реагента, например, выросла, да, но при этом количество продукта у вас осталось то же самое, и качество то же самое. Явно, что-то пошло не так. То есть, вы, по сути, тратите больше… Начали тратить больше… Больше материала, там, не знаю, больше топлива для того, чтобы получить тот же самый результат. Вот. Это тоже хороший показатель того, что что-то пошло не так в вашем процессе. То есть, на этапе настройки вы, там, использовали, например, тысячу литров бензина в месяц, да, а через, там, полтора года у вас система показала, что вы уже полторы тысячи литров бензина используете в месяц, при том, что производите вы то же самое количество, там, продукта, например. Вот. То есть, это хороший показатель тоже для того, чтобы начать, ну, какие-то регламентные работы, какую-то диагностику проводить. То есть, речь не идет о том, чтобы их как-то напрямую сейчас использовать в алгоритмах, да, но хотя бы вы просигнализируете оператору и, там, вашему заказчику, что пора, там, не знаю, пыль протереть, например, на установке и так далее. То есть, провести какие-то регламентные работы. Вот. И, соответственно, ну, есть тут и другие, там, вот, Control Performance Index, тут более что-то сложное, да, то есть, тут уже берется распределение, как бы более сложные метрики, которые описывают распределение, отношение распределения, там, сигнала задания, который оператор выдает, и сигнала управления, ну, вернее, управляемой величины. То есть, величины, которые вы управляете. То есть, насколько у вас система управления хорошо следит за тем, как оператор, какие задания оператор выдает. То есть, грубо говоря, если у вас система разболтана и плохо настроена, у вас вот это отношение будет стремиться к нулю. Если она идеально настроена, то есть оператор задал какую-то рабочую точку, и в этот же миг у вас система в эту же точку переместилась, да, у вас будет значение равно 100%. Вот. То есть, это такая некоторая метрика эмпирическая, которая подписывает эффективность вашего управляющего воздействия. Ну, то есть, то есть, система управления, которая у вас существует. То есть, в отличие от первых двух метрик, которые могут обозначить все, что угодно, вплоть до того, что у вас, если у вас вообще там система с открытым контуром, да, то есть, вы тоже можете там какие-то величины. То есть, как бы уже непосредственно, как вы управляете системой. То есть, такая более специфическая метрика. Вот. Которая тоже, тем не менее, может быть сохранена, как некоторый референс значения, да, и при отклонениях от нее тоже срабатывать какие-то аварийно предупреждающие сообщения. Вот. Там, ну, дальше уже такие больше связанные с самим процессом. То есть, коэффициент усиления системы. То есть, он тоже достаточно важен с точки зрения, например, энергозатрата. То есть, он у вас со временем, в течение времени начинает. Ну, то есть, по сути, он показывает то, как ваша система реагирует на управляющие воздействия. Вот. Если вы видите, что со временем у вас, опять же, на то же самое, то же самое сигнал задания, вы начинаете больше тратить усилия, да, то есть, у вас коэффициент усиления увеличивается. Вот. Возможно, у вас начинает падать эффективность системы. То есть, грубо говоря, у вас там привод начинает там как-то медленно работать. Ну, грубо говоря, там какое-то сопротивление дополнительно появляется. И вы начинаете тратить больше просто энергии на то, чтобы переместить там клапан из одного положения в другое. Вот. Соответственно, больше сопротивления, больше нагрузка, больше мощность, которую вы тратите, больше энергии вы тратите на это. То есть, тоже хороший инструмент для того, чтобы понять, что что-то пошло не так. Вот. И есть такие более приближенные уже к теории управления. Это прямые показатели качества, такие как время восхождения, то есть время, за которое вы переходите из вашего текущего состояния в то состояние, которое вам задал оператор. Это время установления, то есть, когда вы достигли какой-то точки, у вас начинается колебательный процесс вокруг заданной точки. Вот, соответственно, тоже время, за которое у вас происходит установление. Вот. И отношения. То есть, насколько большие у вас колебания происходят при достижении цели. Вот. И тоже такой очень важный показатель, как перерегулирование. То есть, относительно, абсолютное перерегулирование, относительно той разницы, которую оператор задал при перемещении там из одного состояния системы в другое. Вот. То есть, это все набор показателей, которые на практике очень-очень популярны. И, соответственно, в PCS7 есть вот готовый такой продукт ConPerform, ConPerMon, да, который непрерывно просто мониторит эти показатели, то есть, вне зависимости от оператора. Вот. На практике, конечно, чаще вы встретите то, что оператор сам за этим следит, там что-то высчитывает. Ну, чаще всего ничего не высчитывает. То есть, он увидит какие-то такие явные расхождения, да. Но вот такого непрерывного процесса, который бы мониторил, вот это все уже такие дополнительные примочки, которые могут быть реализованы, конечно, и на коленках. То есть, никто не мешает вам взять и посчитать, например, среднее значение просто как какую-то подпрограммку там на этих языках, которые в SCADA-системах присутствуют. Это маковские языки. Там, по скале, подобный язык, на котором можно, в принципе, достаточно легко описать эту систему. Вот. Вам надо заморачиваться, например, где это хранить. То есть, вам нужна база данных, вам нужно в этой базе данных создать какую-то таблицу. В этой таблице нужно, соответственно, прописать там параметры этой таблицы и так далее. Ну, там, может быть, в SCADA-системах это проще сделано, там просто тег новый заводится. Вот. Но чем не менее, вы должны это сделать, вы должны сделать визуализацию всех этих параметров. Вот. Это тоже определенное там на пару недель у вас будет развлечение, да, чтобы сделать это все самим. Во-первых, вам надо об этом знать, что вот такие метрики можно использовать простые для отслеживания качества вашего процесса. Вот. Во-вторых, вам все это надо запрограммировать. Вот. Ну, в целом, велосипед можно не изобретать. То есть, есть готовые продукты. И Siemens не единственная компания, которая это предоставляет. Я думаю, что практически у каждого есть производителя какой-то свой вариант. Вот. Но тем не менее, вот такой некоторый паттерн того, как, с чего вообще начать при оптимизации процесса, да. Первое, вы начинаете с мониторинга. То есть, это не только там с автоматизацией вообще в любой отрасли. Первое, что вы делаете, вы начинаете наблюдать. То есть, что происходит вообще. Вам нужна информация. Вот. Вы эту информацию собираете с помощью каких-то средств, там, сами пишите или используете готовые продукты. Вот. Но это все уже относится, скорее, не столько там к PID-регуляторам, сколько уже к... Хотя даже в PID-регуляторах, скорее всего, можно найти в каком-то виде вот тоже такие бачки внутри вот этих маленьких коробочек, которые управляют процессами. Можно попытаться найти нечто подобное. И, скорее всего, там тоже какие-то метрики уже высчитываются. Ну, как минимум, такие, как перерегулирование, время установления. Такие метрики, да. Вот. Не знаю, есть ли там вот такие более сложные метрики. В принципе, никто не мешает это и там реализовать. Поэтому, возможно, вы даже найдете это в тех маленьких коробочках PID-регуляторах, которые управляют локально какими-то контурами. Вот. Ну, конечно, это касается только локальных контуров. Если вы хотите уже каком-то... Как рассматривать какую-то распределенную систему управления, где у вас куча контуров, вот, то, конечно, там уже коробочки не смогут там друг друга отслеживать. Вот. То есть они будут... В лучшем случае они будут складывать эти параметры куда-то на сервер, какую-то централизованную SCADA-систему. Вот. И там вы должны быть отдельно писать код, который будет их анализировать и визуализировать, самое главное. Вот. То есть в некотором смысле здесь есть огромное преимущество в том, что у вас уже есть готовые панельки операторов. Ну, мнемознаки скорее. Вы просто их добавляете в PCS7, связываете их с управляемыми параметрами, там, грубо говоря, что пришло на вход пид-регулятор, что на выход и что на выходе управляемого процесса. То есть три тега, грубо говоря, задаете для вот этого булочка стандартного, да, и он вам высчитывает все вот эти параметры автоматически, там не надо ничего программировать. Вот. Поэтому если у вас как бы есть эта система PCS7, да, то можно, в общем, на самом деле много времени сэкономить на вот таких разных мелочах. Вот. И вот эти параметры, они, на самом деле, очень информативные. То есть там есть возможность построить графически, как они во времени меняются. Вот. И провести некоторые исследования на том, как это поможет вам, грубо говоря, к оптимизации вашего процесса. Вот. Ну, в частности, я вам предлагаю, Даша, вот есть тут Performance Index, да, вот CPI, который показывает, по сути, разболтанность вашей системы, то есть насколько она хорошо следит за указаниями оператора. Вот. И они сразу говорят, что если у вас они начинают со временем деградировать эти параметры, то время, приходит время, там, перенастройки. То есть первую настройку вы сделали первичную при пусконаладочных работах. Вот. И дальше просто отслеживаете, там, этот коэффициент. Как только он начинает выходить за какие-то рамки, которые вы им устанавливаете, то время, там, позвонить вашу компанию, где вы работаете, как системный инженер, да, и чтобы вы приехали и, там, не знаю, за пять минут запустили этот пакет, дополнительный пид-тюнер, мы его тоже сейчас будем рассматривать, для того, чтобы перенастроить коэффициенты пид-регулятора. Ну, вот, в принципе, такой простой алгоритм действий, да, но, тем не менее, он может очень сильно помочь в управлении процессом, то есть просто как сигнализация того, что пора перенастраивать систему управления. Вот. Достаточно такая, на самом деле, неочевидная вещь, которая тоже редко используется на таких классических предприятиях. Вот. Ну, соответственно, когда вы уже поняли, что вам надо что-то перенастраивать, да, вот есть вот другой компонент этой системы, это автонастройка. Мы частично уже говорили об этом в прошлый раз, что это такая некоторая стандартная вещь, которая существует во многих, ну, почти в любом сейчас пид-регуляторе уже есть алгоритм автонастройки. Это такой просто стандартный инструмент. Ну, вот в PCS7 это речь только о том, что у вас есть некоторый централизованный механизм для обновления настроек, там, всех пид-регуляторов, которые у вас в системе присутствуют. То есть вы можете встраивать этот механизм, этот тулбокс встраивать внутрь вашей системы управления распределенной, как некоторые готовые инструменты, по команде, там, например, того же оператора, производить перенастройку. То есть даже не нужно будет вызывать специалистов, которые приедут там с ноутбуком, что-то перенастроят. Вот, то есть, в принципе, можно даже сделать такой тул, который, ну, то есть, грубо говоря, оператору пришло через перформанс-монитор, ему пришло уведомление, что у него там не все в порядке, да, там, зайди в то-то меню, нажми такую-то кнопочку, и автоматически там этот блок, он перенастроит коэффициент пид-регулятора. При этом он в реальном времени там собирает информацию о том, какие точки выставлял оператор, какое управление на это выдавалось и какой результат получался, да, то есть он всю эту информацию агрегирует, производит внутреннюю идентификацию процесса. То есть к моменту, когда оператор там нажмет кнопочку по перенастройке, он уже знает, что за процесс, у него вся информация накоплена в предыдущее время, вот, и он, соответственно, произведет перенастройку. Здесь, конечно, все не так сладко, не так красиво, то есть это хорошо работает, когда у вас есть такая плавная деградация системы, там, в течение полутора лет, у вас там система плавненько деградировала. То есть вы можете там взять данные, там, не знаю, за последнюю неделю, там, например, да, и по ним перенастроиться просто, вот. Но если у вас там процесс молотит там в разные стороны, его бросает, шатает, вот, то, возможно, такая штука работать не будет. Поэтому тут, конечно, тоже отдельный вопрос, как это все реализовано, вот, и тут как раз расписывается детально, ну, там, в конце этой статьи детально расписывается, как это все строит. То есть там есть такая проблема, взяли, как безударный переход, то есть у вас, грубо говоря, есть одни настройки контроллера, и вы начинаете загружать другие настройки контроллера, у вас начнет там резко что-то происходить. Причем оператору будет важно понимать, что, то есть иметь контроль за этим процессом. То есть в любой момент у него должна быть красная кнопка, которая может нажать и вернуться к предыдущему состоянию. То есть там есть еще вот такая проблема, как безударного перехода между одними настройками к другим настройкам. Есть проблема, например, баланса между памятью системы и оперативностью реакции на изменения. То есть, как я уже говорил, если у вас плавная деградация, так называемые квазистационарные процессы, за полтора года у вас на 10% деградировал процесс, ну, с точки зрения управления, коэффициент усиления на 10% уменьшил за полтора года. То есть, он не скачкообразно, там, за один час в 10 раз меньше стал, а он на 10% плавненько за полтора года изменился. Да, в этом случае перенастройка, там, чуть-чуть подкрутит коэффициенты, да, и, соответственно, у вас там уменьшится перерегулирование, там, колебательность снизится. То есть, это такая достаточно хорошая практика. Вот. Но если у вас там процесс меняется, вот, скачкообразно, резко, то это уже другой вопрос. Вот. И вопрос, как, например, такие штуки идентифицировать. Вот. Нет уверенности, например, что в пит-тюнере это реализовано. Вот. Вообще, в целом, тут написано, что у них, как вы помните с прошлого занятия, есть там системы автонастройки с возбуждением, без возбуждения. То есть, когда подается пробный сигнал, а когда пробного сигнала нет. Вот. Судя по тому, что здесь написано, Siemens, они используют систему с пробным сигналом. То есть, оператор должен ручками пошевелить систему, там, ну, грубо говоря, подать ступеньку на вход. То есть, вот это setpoint, изменить setpoint в одну сторону, в другую сторону. То есть, пошевелить систему туда-сюда. И при этом должна быть включена функция регистрации. То есть, вот этот пит-тюнер будет накапливать информацию о том, как происходили вот эти тестовые воздействия. Вот. И он будет использовать эту информацию для того, чтобы идентифицировать систему и по ней пересчитать коэффициенты пит-регулятора. Вот. То есть, это не тот случай, когда, например, вы просто управляете процессом, и он вам рекомендует, вот, давайте здесь подкрутим. То есть, тут нужно все-таки некоторая, некоторая технологическая операция должна происходить. То есть, оператор должен, то есть, должен быть какой-то безопасный, безопасный момент, когда нет активного процесса производства, да. То есть, какие-то регламентные работы здесь предполагаются. Вот. Но, тем не менее, можно их значительно облегчить. В идеале, чтобы это сам оператор делал. То есть, просто какой-то внешний интерфейс, да, где оператор нажал, перевести там в режим регистрации, да. Дальше пошевелил систему и там нажал кнопочку «Завершить там процесс настройки». Там. И потом применить параметры. Вот. То есть, это некоторая идея, что вы там, как системный инженер, все это запрограммировали, вот эту всю логику перехода между параметрами старыми и новыми. Вот. А оператор просто там по инструкции выполняет какие-то простые операции. Там. Включить систему автонастройки, пошевелить систему ручками, затем остановить запись. Потом ему рассчитаются параметры, он эти параметры... У него будет возможность, например, в тестовом режиме включить их, да, с возможностью там нажать красную кнопку с отменой. То есть, сохранением прошлых настроек и возвратом, откатом к этим настроек. Вот. И дальше он будет понаблюдать и видеть, что все окей, да, пошел дальше работать. То есть, тоже некоторая логика, которую можно будет запрограммировать, вот, используя вот этих стандартных блоков пит-тюнера, который там может быть реализован на стороне вашей, вашей там рабочей станции, за которой оператор сидит. Вот. То есть, такой вот тоже элемент классический, который присутствует в этом пакете. Вот. Ну, вот какую модель они используют? Очень простую модель используют. То есть, это система первого порядка инерационного... Ну, не первого порядка, инерционное звено с некоторой инерционностью, даже без звена запаздывания. Вот. Но при этом есть возможность, там, задать степень. То есть, ну, своего рода такой астатизм определить в системе. Ну, астатизма здесь не будет, но вот такой, ну, такая немножко странная модель. Почему именно такая, не совсем понятно. Вот. Ну, тем не менее, вот, там, всегда нужно понимать, что если ваш процесс вот в эту модель укладывается, вы можете использовать этот блок. Если он не укладывается, то есть, у вас там есть какое-нибудь, там, адское звено запаздывания, то возможно, что вы и не сможете его использовать. То есть, вот. Хотя они и говорят, что вот это N, на самом деле, это как раз модель звена запаздывания. То есть, чем больше N, тем больше инерционность. Вот. То есть, это такой не в чистом виде dead time или время запаздывания, да. Это такой очень-очень-очень инерционный объект. То есть, в зависимости от N, N у вас определяет степень инерционности. Вот. И как раз вот этот пит-тюнер, он умеет оценивать. Вот. Ну, насколько это применимо, тут, конечно, нужно еще изучать. То есть, это такая для вас, как системного инженера, такая некоторая область для исследований, что вот у вас есть какие-то процессы, да, есть вот такая модель. И вот насколько эта модель применима здесь. Вот. Нужно будет, это, конечно, вам всегда разбираться. То есть, вот то самое волшебство, о котором маркетологи никогда не говорят, да, ну, ваше искусство, как системного инженера, сопоставить конкретную модель с конкретным технологическим процессом. Насколько она здесь применима. Там, на основе анализа тех исторических данных, которые у вас будут, и описание процесса, которые у вас есть. Вот. Ну, если вы это сопоставили, то есть, провели какую-то интеллектуальную работу без единой, там, строчки кода, вы можете просто использовать, и подтвердили, что это так, да, обосновали, вы можете использовать просто готовые блоки без попытки программирования. Потому что, на самом деле, за идентификацией вот этой модели, за расчетом параметров ПИД-регулятора, там стоит определенная математика, определенные алгоритмы, и вопрос, как их вообще реализовывать, там, на существующей SCADA-системе, он нетривиальный. То есть, можно там пару месяцев провозиться. У меня там был опыт создания, там, ПИД-тюнера для небольшого устройства, прибора медицинского, вот. И это было очень такое забавное исследование, там, на несколько недель, с экспериментами, там, с провалами и прочим. То есть, это, на самом деле, такое, не самое благодарное занятие, программировать вот такие вот точки. Вот. Поэтому, если есть возможность взять готовый блок, от правила, вы будете обезопасить себя от бессонных ночей, просиживания, там, на заводе возле этого ПИД-регулятора, с разбором, почему он не работает. Вот. То есть, готовое решение, проверенное временем. То есть, как минимум, эти PCSL, он уже, там, больше 20 лет существует. Там, сотни тысячи предприятий, где это уже внедрялось. И так или иначе, есть хотя бы техническая поддержка, есть какое-то понимание, как это все должно работать. То есть, как минимум, какие-то детские болезни, там, типа, там, ошибок в расчетах, они должны быть исключены. Ну, в силу того, что просто время функционирования этой системы в разных, на разных объектах, она достаточно велика, по сравнению с вашим самодельным решением, которое там на коленочках будете делать. Вот. Поэтому наличие готового решения, оно всегда в приоритете, по сравнению с тем, чтобы изобретать какой-то велосипед. Там, с костылями, с квадратными колесами. Вот. Поэтому, значит, да, вот есть вот у них такой стандартный инструмент, как настройка PID-регулятора. Вот. Ну, это только такие самые простые инструменты, да. Вот дальше начинаются более сложные задачки. То есть, то, о чем я говорил, что вы говорите оператору, что у вас будет PID-регулятор, а на самом деле это уже не PID-регулятор, это уже различные свистелки, примочки. Там, первая примочка была, это PID-тюнер, ну, автонастройка. В целом она напрямую на процесс не влияет. Вот. Но это, как бы, простой вариант, да. Он очень простой и понятный оператору. То есть, оператор просто подтверждает, что он готов принять вот эти параметры. Вот. Принимает их, контролирует, что все окей, и пошел дальше работать. То есть, он все остается все-таки, в принципе, в рамках PID-регулятора. Вот. Но в этой библиотеке, в принципе, процесс контроля, есть еще и дополнительные инструменты, которые позволяют вам улучшить уже процесс непрерывного управления. То есть, это уже не настройка, это уже все-таки часть закона управления становится. Вот. Ну, и самые простые, это вот override control, они это называют. Это система, на самом деле, это в литературе научная система с переключением. То есть, sliding mode control. То есть, у вас есть два PID-регулятора, у каждого свои настройки, у каждого своя задача, вот. И есть некоторая логика принятия решения. О том, каким будет регулятором управляться сейчас процесс. Вот. То есть, например, это может быть полезно при управлении там уже процесса с двумя переменными, да, то есть с двумя датчиками. То есть, у вас есть какой-то процесс, в котором есть, например, основная задача там производства какого-то продукта, и, грубо говоря, оператор выставляет вам точку по тому, сколько продукта он хочет видеть на выходе, да, и обратная связь, соответственно, регулирует систему, чтобы выдавать нужный объем продукта. И у вас есть какой-то дополнительный технологический параметр, который, например, отвечает за безопасность или за качество продукта. Вот. Соответственно, у вас там выстраивается такая иерархия. То есть, там, первое у вас это безопасность, второе это качество продукции, третье это, например, оптимизация. То есть, например, оптимизация расхода горючего или расхода реагента. Вот. То есть, и, соответственно, вы можете построить вот такую простейшую систему с переключением в зависимости от приоритетов. То есть, когда все хорошо, когда у вас система находится там в нормальном состоянии в рамках какого-то канала, значит, вы используете там регулятор, который отвечает за оптимизацию расхода. Там топлива, например, да, то есть он там начинает что-то там подкручивать, чтобы минимизировать расход. Например, у вас оператор задает там, дай мне расход там 10 литров в час. Вот. И он пошел там что-то там уменьшать, да, там чуть меньше подавать там топливо, да, основываясь на обратной связи, то есть на том, сколько реально он топлива тратил. Вот. При этом у вас есть задача, например, обеспечить еще безопасность, чтобы, грубо говоря, у вас... Ну, на самом деле, безопасность с расходом, с уменьшением топлива там другая проблема. У вас, например, там, если это турбина, то в турбине, например, там может произойти просто затухание процесса. То есть там постоянное горение должно поддерживаться, да, вы можете уменьшать топливо, но в определенный момент у вас просто там количество, грубо говоря, там топлива станет настолько маленьким, что просто процесс горения остановится. Вот. И поэтому есть, например, вторая система, которая контролирует непосредственно процесс горения. То есть как только она увидит, что мы выходим в красную зону, где может происходить затухание, срабатывает логика, которая отвечает за переключение, да, и она переключает на регулятор, который отвечает за поддержание процесса горения. Там он там резко там вбрасывает топливо, опять, ну, уже... Если этот уменьшает топливо, то это, наоборот, вбрасывает его, да. И, соответственно, срабатывает, опять начинает процесс разгораться, все начинает работать, там есть какая-то, вот, и, соответственно, опять переключается обратно. Да, он опять начинает уменьшать, этот начинает опять увеличивать, грубо говоря, вот какое-то такое равновесное состояние, при котором вы достигаете минимального потребления топлива, да, но при этом поддерживаете реакцию горения. Это тоже такая классика нелинейного управления, система с переключением. Вот, есть целые теории, как такие системы рассчитывать, как их использовать. То есть, опять же, вам тут не нужно ничего программировать, есть готовые блоки, которые позволяют вам задавать поверхность переключения в пространстве вот этих координат процесса, ну, то есть координат процесса, грубо говоря, у вас там есть расход топлива и параметры, которые определяют горение. Процесс горения, да, там, грубо говоря, у вас там маленькие микровзрывы происходят, да, и частота этих микровзрывов. То есть, вы видите, что у вас частотность уменьшается, то есть реже начинают происходить вот эти циклы впрысков и возгорания. То есть, какое-то топливо просто впрыскивается, но не загорается. Вот, вы понимаете, что у вас, на самом деле, процесс уже выходит в красную зону, и нужно срочно переключаться. Вот, и это, на самом деле, такой очень мощный инструмент для построения нелинейных систем управления, в том числе, ну, даже не столько, как называют, пробастными системами, да, то есть можно, на самом деле, очень сложные процессы организовывать, потому что здесь, на самом деле, может быть больше двух компонентов. Например, один отвечает за безопасность, второй – за поддержание процесса, третий – за качество, четвертый – за оптимизацию. Вот, и вы задаете там сложную какую-то логику переключения между ними. Вот, ну, у них есть, конечно, ряд недостатков. Например, такие, как скользящий режим, то есть, когда, вот, как я привел пример, да, что у вас одна система, все они начинают, на самом деле, друг другу мешать. То есть, одна система начинает уменьшать топливо, расход топлива, срабатывает система, вот эта вот дополнительная, которая должна поддерживать, да, она начинает впрыскивать обратно топливо, значит, переключается обратно, это опять начинает уменьшать, это опять начинает впрыскивать, и у вас начинается такое вот, такое дребезжание в системе, то есть, туда-сюда начинает переключаться, то есть, такой периодический процесс начинается. Чтобы он был не очень частый, там, вводит системы нечувствительности, да, Да, то есть, грубо говоря, вот эта логика, она, там есть зона нечувствительности. То есть он, например, при падении там частоты там до 50 Гц, например, да, он переключается на восстановление. Потом, пока не выйдет там на 100 Гц, например, камера сгорания, да, то есть он не выключается. То есть он продолжает впрыскивать больше топлива, увеличивать объем топлива, да. Потом он опять выключается со 100 Гц, опять падает до 50 за счет этой системы. Начинается вот такая свистопляска туда-сюда, да. То есть это, на самом деле, есть уже задача оператора отследить такую вещь. То есть его задача какая? Его задача задать вот эти две точки, да. Точка, при которой будет восстанавливаться горение, ну, оно, как правило, стандартное. Ну, для какого-то смеси газовоздушной, да, оно будет стандартным. Вот, но он может управлять вторым, то есть расходом топлива. Вот, и он может, например, уменьшать этот расход до тех пор, пока не поймает вот этот вот цикл туда-сюда, когда он начнет переключаться. Это будет для него сигналом, что дальше уменьшать смысла нет. Потому что, на самом деле, мы уже напарываемся на вторую систему, которая начинает в другую сторону нас переключать. Вот, поэтому он чуть-чуть там приподнимет, да, и таким образом найдет такое субоптимальное положение, при котором у него будет минимальный расход топлива, да, при этом будет сохраняться процесс горения. Вот такой вот будет, у него будет такая игрушка на реальном объекте. Вы можете подбирать для разных там состояний системы, потому что система там живет, дышит, у нее там качество воздуха может разное на входе быть, там качество топлива разное. Новое топливо завезли, да, уже будет другая, другой набор этих сетпоинтов. Вот, и вот оператору будет такое развлечение подбирать их, чтобы минимизировать расход. Вот, все параметры есть, вы реализуете, как инженеры, такую вот систему, даете возможность ему задавать эти сетпоинты, то есть рабочие точки для каждого пидрегулятора. Вот, и есть готовые там блоки, которые осуществляют переключение их. Ну, и логика там, соответственно, она может завязана быть как на выходные переменные, так и на входные. Как правило, задается в таких системах некоторая поверхность, гиперповерхность, то есть в двухмерном случае это будет некоторая линия в пространстве первой, второй переменной, в которой будет происходить переключение управляющих воздействий. Если там будет несколько, то будет такой сектор в виде знака Мерседеса, да, там на три части будет разделена плоскость, там на четыре части. Если у вас будет трехмерное пространство, то есть три координаты, то это будет уже какая-то поверхность, которая будет где-то в одной точке соединяться с другой поверхностью, соответственно, переключение производить там. Такие переключения можно делать каскадно, и, скорее всего, реализован на переключение, на две, да. но есть еще каскад, то есть можно вот это сделать с другим переключением, да, и подавать на вход процесса, то есть, грубо говоря, вы можете каскады некоторые строить, и для каждого каскада делать свой decision logic, и, соответственно, у вас в пространстве будет, например, несколько пересекающихся линий, которые будут определять четыре возможных комбинации управлений, которые могут присутствовать, вот, то есть на самом деле тут тоже такая игрушка не только для оператора, но и для вас, как для системного инженера, как строить нелинейные системы управления на базе таких вот простых принципов, то есть состоящий из линейного управления. Вот, в целом это такое очень популярное тоже направление в западной, в особенности, литературы, хотя ему там уже больше сорока лет, вот этим свайдинг моды, то есть система с переключением, там еще в 70-е годы у нас в России это было популярно, а в Западе до сих пор популярно, ну, просто в силу того, что, опять же, операторам это легко объяснить, то есть у вас есть два управления простых, понятных, есть просто логика переключения, когда срабатывает это, когда срабатывает это, и понятно, как это используют на практике, вот, то есть это тоже достаточно такой популярный подход, который может применяться на практике. Так, ну, у нас там осталось, опять-таки, чуть-чуть времени, я думаю, что мы сейчас уже новое не будем начинать, потому что сейчас конференция остановится. Значит, если будут вопросы по тому, что мы сегодня проходили, вы мне присылайте в Телеграм, там, в чатике или в личку, вот, мы дальше на следующем занятии просто продолжим, тут есть еще другие подходы, вот, соответственно, продолжим в следующий раз. Ну, все тогда, на сегодня все.